Спасатель с лапками в пожарной части посёлка Мочище. Это Новосибирская область. Уже почти год живёт кот по кличке Гидрант. Он стал талисманом для огнеборцев и всероссийской знаменитостью. И проблема с мышами в части теперь решена. Как кот оказался у пожарных, подробности необыкновенной истории расскажут мои коллеги. В посёлке Мочище это был самый крупный пожар за последние 10 лет. В октябре прошлого года загорелся цех по производству полиэтилена. Два района остались без света. Для тушения даже задействовали пару пожарных поездов. Среди пострадавших только он, безымянный кот. Этот снимок взорвал социальные сети, а фотограф впоследствии получил престижную премию. Кто-то из высоких руководителей остановил цистерну и посадил вот этого тогда ещё совсем маленького котика. Он был сильно пострадавшим от пожара. У него лапы были подгоревшие, уши были подгоревшие, совсем маленькие, но еле живой. Спасатели оставили кота у себя. Назвали гидрантом. Пожарная часть стала домом. Кот теперь по-хозяйски провожает и встречает красные спецмашины. Один раз даже прокатился. Страху, правда, натерпелся. Любит пожарные автомобили, особенно когда маленький был. Как он вообще живой остался. И в радиатор залазил, и на раму. И вон раз на раме. Может быть, увезли на заправку водой. Кот не просто живёт в части, а тоже несёт свой дозор. Гидрант – это супероружие в борьбе с грызунами. Локальную войну с мышами он выиграл. Теперь его иногда отправляют в боевые командировки домой к пожарным. Привезли котика нашего гидранта. Ему это очень сначала не понравилось. Он фыркал. Но ночью он там устроил облаву на мышей. Хозяин думал, что-то случилось, но на самом деле было очень громко. Вот. Ну и всё, тоже победил мышей. Гидрант превратился в талисман части и общероссийскую знаменитость. Пожарные его называют коллегой. Только отмыть его не получается. Он постоянно где-то находит сажу. Ведь это не обычный домашний кот, а пожарный с лапками. Кристина Мяснянкина и Вячеслав Залогин. Программа «Союзники. Новосибирская область».